всем привет на такой мы сейчас стадии тут лужи везде сейчас жду пока просохнет и наконец-то буду грунтовать эту сторону крышу затер эту сейчас на ту сторону перехожу тут уже додел по мелочи так осталось уже не будут и трогать потому что все равно как новую не сделаю сейчас жду пока высохнет везде там такие как сказать между дверей щели и буду грунтовать пока не знаю с проемами и дверными или нет это еще обдумывается потому что краски скорее всего мало будет это дело обстоит все резинки всю эту хрень и вытащил порог пока трогать не буду потому что его еще здесь делать нужно будет здесь вот трещины и сколы всякие такие короче лучше доделаться сейчас за зачищу здесь и все буду внутрянку одну сторону про грунтовать ну и скорее всего это часть крыш тоже так полостойную либо по вот канавку короче выводил здесь ребро вот такой сена под замок идет и уходит и вас идет выводил водил короче сначала алюминика и сейчас универсалкой затянул чтобы все эти поры все ту хрень короче закрыть смою и будет офигенно тут тоже по немного подмазывал здесь тоже и наткнулся на вот такую вот дичь тут тупо вставлен отвертка валялся сейчас скажу смотрите просто вот это мятина я менял тут сайлентблоки молотком случайно промахнулся двумятины захреначил кувалдой это ничего здесь быть вытянул не знаю маршруб затянул вернее закручу и дерну там хрен за посмотрим и вот здесь придется заваривать задолбали меня эти эти пороги гнилые уже с одной блин разобрался теперь еще и с другой вот но и между шестеркой а теперь то же самое на audi этот один порог такой конченый здесь вот теперь шестерка стоит охрененный вид кстати колеса не купил сейчас покажу дела у нас обстоят не самым лучшим образом хип дыра такая днище мятина тут тоже вот дырка достал кусок пены еду сейчас домой сделали мне порог вставили ты уже завтра покажу сейчас нужно домой доехать без света приехал с работы вот решил показать как сделали порог так вот мы приварили сейчас нужно зачистить швы кстати снизу тоже так вот и Только что раскопал вот такое вот дело Здесь оно И вот здесь Возможности заварить уже нет Так что придется зашпаклевывать Стекловолокном Тут слишком большой переход Так что пресс тоже Как-то сгладить И потом не знаю Либо шовным герметиком Либо хрен его знает чем Первый слой положил в шпаклевке Это оставил как ребро Вот здесь оно есть Получается это И это совмещается Как домиком получается Вот это я оставил Сейчас еще раз затяну Подожду пока оно подсохнет И буду С вот тем местом бороться Вот эти вот места Смотрел Они прям выделяются Короче кривые И что я сделал Взял Наждачку А завернул у нее Такой вот кусочек молдинга Жигулевского Обрезал И получается прям четко Ходит вот так вот И это не для того Как вам нужно Никакова Ш authentic Используйся Как мне Слома Используйся Все Звести Аadora Да Используйся ДоЩ Используйся ГывAST Используйся Бывист Матер Грюч Используйся На Сьют Но Так, экстренное включение, короче, с работы приехал. Что-то она меня нашла, решил сейчас погрунтовать машину, ну такую крышу загрунтовать, поехал, купил, прищепил кучу пачки, наверное, 4-5 таких здоровых, тут развешены, тут уже все укрыл, порог уже в таком виде неплохом, сейчас половину крыши загрунтую, тут так прилепил, потому что все равно стекла уже грязные, так что не страшно, так, двери тут все зачистил, здесь у нас уже все так красивенько, начинаем грунтовать, пока не стемнело, тут все заправлено, погнали. Так, сейчас нужно включить фонарик, 5 секунд. Так, лучше. Так, что у меня проверим. Вчера дождяра прошел дикий просто ночью, машина до сих пор не высохла, вот сиденье все мокрое, ужас воды налило, вот сзади стоит даже вода до сих пор. Вот здесь все мокрое, позаливал, короче, потолок надулся еще сильнее, он там хоть и пустой, но все равно залилось слишком сильно. В принципе, неплохо получилось. Нужно дотирать, домазывать шпаклевкой, уже в принципе все доделал и уже темнеть начинает, сейчас съездил, купил прожектор, короче, вот такой вот. Вот такую вот нашел стойку, сейчас на ней здесь по диаметру трубу распилю. Короче, буду делать освещение, чтобы хоть вечером можно было нормально поокурочить машину. Вот так вот кто-то спит в 12 ночи, я подготавливаю машину, сделал прожектор, прицепил, прекратил треногу, всю эту фигню, короче, и под этим светом стало видно кучу изъянов. Прямо, ну тут видно вот, почти все, давно пришлось переделывать. Я уже замыл здесь много чего. Вот. Сзади тоже подамывал, где-то понамазывал, там дальше. Вот. Наверное, на сегодня буду заканчивать, потому что в 4 утра вставать на работу, не высплюсь. Погрунтовал бампер только что. Кстати, купил еще банку антигравия. Вот такую вот. Литровая. Мне покрасит и, короче, я, наверное, сверху им покрою, чтобы уже таких дефектов не было видно. Да и все. Голову морочить, блин, что тут с этой дверью, она кривая, блин, зазолбала. Уже больше не буду делать ее. Так я оставил. Тут еще жидкостью для снятия старой краски прошел все. Потому что, ну, очень много косяков. Оно, считай, если я оставлю, так оно краску подорвет. Ну, я имею в виду, если я такие вот раковины оставлю, допустим, как вот здесь вот. Сейчас его зачищу, пускай, ну, пускай он так два дня постоит примерно, отъесть хорошо. Потом я его бензином все смою и заново погрунтую. Всем привет! Вот и настал тут долгожданный день, когда я отгоняю машину на покраску. Это то, что нужно отдельно красить, мелочевка всякая. И такое, в принципе, мне уже покрасили. Это крышку багажника, капот. Я еще не показывал, правда. Но попозже чуть покажу. А так еду на полуфабрикате. Я поеду какими-нибудь, не знаю, дорогами такими, чтобы на мусоров не нарваться. Документы я с собой взял, но этого мало, потому что ни фара, ничего нет. Так, забываю все показать. Это у меня хлам с машины выгрузил. Вот у нас такой вот капот. Блин, на свету он как будто оранжевый, но он красный. Видно, конечно, вот где блики есть. Получается, там куча косяков. В принципе, пофигу. Вот у нас бампера. Крышка багажника. Видите, цвет как-то... Цвет переливается от оранжевого, вернее, от оранжевого к красному. Вот у нас задний бампер. Вот здесь была мятина прям такая глубокая, большая. Я ее зашпаклевал. Тут, в принципе, ничего страшного. Все нормально. Здесь тоже все вроде бы более-менее. Вот здесь вот у меня где лопанный он был. Когда я в каналах слетел. Куча шпаклевки. Вот она здесь есть. Ну, вообще, никак не видно. Вот здесь вот единственное что-то есть. Какой-то бугорочек. Но я не знаю. Это шов, скорее всего, где я пропаивал. Вот. И сейчас жду, когда мне покрасит всю машину. Сказали ждать примерно около пяти дней. Там плюс-минус. Ну, говорит, скорее всего, плюс, чем минус. Так что, будем ждать. Видите, вот здесь красный. Так провожу оранжевый. Непонятно, короче. Ну, главное, что он красный. Продолжение следует...